Ре, весь Этерс Ирте. И пассажирские поезда по линии Рейл Балтика должны курсировать с интервалами в два часа. По одному пути или по разным еще не решили. А это важно, чтобы понять, насколько будет изнашиваться полотно. Кроме того, неясно, и что за поезда будут курсировать по маршруту, кто их купит и кому они будут принадлежать. Глава предприятия РБ Рейл Бай Барубеса сегодня подтвердил. Вопросов в проекте еще очень много. Экономическая логика говорит, что должно быть одно предприятие, которое отвечает за пути и за их содержание, а не 4 или 5. Но как прийти к этому решению, пока не ясно. Это еще впереди. Что касается того, кто, когда и как будут закупать поезда, до этого еще лет 10. Но куда раньше, чем через 10 лет, начнется строительство центральной станции Рейл Балтика в Риге. Известно, что здесь, в этом месте, реку пересечет новый мост. Но также известно, что на плане всей этой центральной части линии нету рижского автовокзала. По замыслам проектировщиков он должен уйти под землю, либо под железнодорожную насыпь. Но кто это будет делать и когда, также до конца не ясно. 85% стоимости проекта финансирует Еврофонда. Это порядка 1 миллиарда евро. Легко почитать, что самой Латвии придется вложить примерно 160 миллионов. Хотя точную сумму, опять же, никто пока не называет. Во сколько ежегодно будет обходиться содержание трассы, опять нерешенный вопрос. Это дорога, мы не можем ее перекрыть, потому что нам вдруг она стала невыгодна. То есть мы как будто все вместе покупаем дорогую машину и обязаны тоже в нее заливать бензин, чинить ее. Но, может быть, она нам даже уже не интересна, но мы все равно в этом проекте участвуем. Но на главный вопрос, а окупится ли Латвии вся эта затея, ответить не смогли даже в Министерстве сообщения. Эти же те вопросы, на которых на этот день нет ответа. Насчет экономических пользов Латвии. Но нет ответа на эти вопросы на сегодняшний день. Стопроцентно сказать, какие цены, какие грузы будут 10-20 лет вперед, это очень трудно. И мы сейчас только гадаем, есть какие-то общие прогнозы на этот счет. Как это будет в реальности, мы только увидим тогда, когда будет функционировать сама железная дорога. Напомним, проект Рейл Балтика на территории Латвии затронет примерно тысячу земельных участков. Предположительно, выкупать их начнут в следующем году.